всем вассам брат твои сестры тоже гости канала с вами лесбро и мы продолжаем занимательную историю нового моя эра прошлой серии мы создавали с вами тортик уявляя представляли тортик и пытались его материализовать мыслях но не вышло говорится не вышло грусть печаль обсудили книгу и сейчас я вернулся кое-что забрать и тут я встретил симу сейчас мы с ней один-на-один и она рассказывала после какого-то случая прекратила спорить ну шо давайте уже начнем еще как но перестала после одного случая расскажи у нас там собирали женскую сборную по волейбол на чемпионаты региона до этого каждый год в ее основном составе были девушки из одной гимназии у них были богатые спортивные традиции они всех обыгрывали и так далее но вот решили что надо дать шанс девушкам из других заведений и половина состава набиралась откуда угодно только не из этой гимназии знаешь какая была мотивация полное равенство для всех и что дальше меня выгнали собрание где я заявил что равенство порождает неравенство это как алекс правенство это когда ты собрал самых сильных они всех поровну дай угадаю та команда не выиграла турнир нет конечно они проиграли я опять о чем-то скучно говорю да что что ты мне интересно правда нет мы срочно должны поговорить о всякой ерунде это очень важно ну вот опять начинает палки колес оставлять о чем же так так сейчас придумаю я люблю кошек вот и красивую одежду и вообще может я иногда сложно разговариваю но это самой собой получается я с трудом сдерживаю улыбку уже вечер время летит и что такого что я согласилась вместе пройти сторону дома ну как тебе сказать правда я был уверен что ты не согласишься ты всегда немного отстраненная сама по себе понимаешь неправда это просто так кажется может что-то моих манерах или стиле речи а так да мне нужно немного времени чтобы открыться и что это абсолютно нормально у вас на картинка меда прям любуешься я всегда сижу со своим поведением а ты не думал что это отпугивает людей если честно нет а почему это может их отпугивать представь что ты встретил девушку одетую в такой же наряд на уж ты привел пример кошмар любой девушки я бы перешел на другую сторону улицы я просто хотел сказать что ноги не подойдут тебе сами не хватит смелости вдруг мимо тебя пройдет тот кто может стать то стать другом а так они просто будут думать что тебе с ними не интересно алекс пожалуйста даже не начинай а что я такого сказал на ничего просто это отдельная история как-нибудь расскажу странно я всегда был уверен что сима очень популярна но вот это ее фраза теперь мне почему то кажется что на самом деле все не так и вообще настоящих друзей вряд ли встретишь на улице но попробовать то стоит ведь такой друг останется с тобой навеки боюсь что мои друзья остаются друзьями лишь недолгое время почему так происходит но люди хорошо умеют дружить когда находятся в равных условиях а как только ты становишься более успешным они начинают думать что ты им теперь не ровня и отстраняются от тебя завидуют ли они или просто чувствую себя не вовка не знаю мне кажется я знаю о чем ты но ты вряд ли знаешь что я из богатой семьи а вот тут не факт тут уже попахивает наебочкой поверь в этом случае все только хуже что-то подсказывает мне что ты никогда не кичишься богатством именно и все же иногда люди отстранялись и знал мое социальное положение деньги разрушают дружбу а так называемые друзья из друзей превращаются в пиявок стоит только мне отказать им в помощи как тут же но ведь тебе этого ничего не стоит ну и жадина о своем кругу ты пробовал искать друзей я не могу нормально общаться с богатыми детьми вот я сегодня выбрала преступление и наказание освоила бы освоила бы ярмарку чеславия я бы с радостью стал твоим другом зачем просто так разве нужна причина и тут она прифигевает с этой заявлений она что-то шепчет интересно что она могла шептать типа шо несет шо там врет а ну шо ты выдумаешь емано что ты сказала я сказала поживем что поживем увидим а сейчас мне пора спасибо тебе за компанию знаешь если мы говорим о первом впечатлении то ты мне показался не таким как все вопрос только сможешь ли ты не испортить это впечатление до завтра 10 минут до домашних тапочек и чая дом милый дом в интеллектуальных фильмах и играх часто встречается описание комнаты главного героя здрасте мы решили поломать четвертую стену поехали ломаем полным ходом обязательно там что-нибудь про как в тюрьме ненавистные стены и все такое видимо автор глубине души понимает что за такой текст действительно нужно сажать за решетку моя квартира очень уютная еще бы целых две комнаты на одного человека хотя сейчас у меня на какое-то время поселился сосед точнее соседка моя сестра о здрасте здорово сестерёнка а ты мне купил что-нибудь вкусное о кстати стилистика текста поменялась комикс уже пошел нежданный повар кстати тут приходила странная девочка я ставил что-то на твоем столе это твоя одноклассница она ушла так быстро кого там ветром занесло по дороге и уши у нее были очень странные уши кто она такая мать вашу когда ты уже купишь новую приставку это ужасно старая на его столе в самом деле лежит какой-то странный свиток я еще в начале увидел и открываю его что это за ерунда это чё за ребус нота кофе любовь бантики 2 3 4 книга что это такое похоже на фрагменты старой игры старой игры чё-то я не могу понять если это играть то какую отсыпки 2 3 4 книга музыка кофе любовь бантик дисней что ли какой-то непонятно вообще это что должно навести меня на какую-то мысль и кто только эту ерунду сделал ладно на самом деле пора за учебу все готово у меня за затекла спина я решаю стать им немного размяться о я же обещал эрме посмотреть его игру ну так давай сохранимся на всякий пожа все твои игры жутко занудные вот ты блин ты чё меня сбиваешь мыслей а так сохраниться и давай попробуем реально запустить игру эрме что он там на чудил я здесь лишний эта мысль не нова для меня я грустно просыпаюсь с ней в обнимку каждое утро и даже костный завтрак не спасает о это чё игра да выиграя в игре ребята и снова здравствуйте опять нового понятно завтрак и еда эта мысль пытается сожрать меня заживо но безуспешно а я ведь и не сопротивляюсь но мысль всегда надкусывает меня и выплевывает должно быть я очень невкусный я не верю в пришельцев но чувствую себя одним из них я чужой везде где бы я не был где же мое место в этом мире если бы я знал и никто не знает некоторые люди просто притворяются а на самом деле тоже плачут подушку спустя некоторое время я решил изменить свою стратегию и просто перестать думать я даже термин придумал подходящий неосознанная неосознанная ой пфу ты неосознанная да что ж такое неосознанная неосознанная жизнь вот получилось оказалось так жить очень просто надо быть усталым все время когда назой мысли не будут лезть в голову я решил перевернуть пирамиду массовую с ног на голову ну вот загвоздка через некоторое время мое тело привыкло мало спать голова опять начала думать тогда я решил почти ничего не есть чтобы помышлять исключительно еде спагетти пицца мясо но я не буддистский монах мой организм начал просить пощады накорми меня дай поспать иногда я давал слабину и ел пока было место животки а потом я мог проспать целый день будто какой-то медведь в спячке но потом я просыпался и тут она снова поджимала меня она эта мысль я здесь лишний я понял что мне нужно учиться ни о чем не думать не нужно работать в этом направлении лучше чтобы и деньги еще платили выход нашелся быстро я пошел контрактникам в армию да в армию я стал военным но уже во время вводного курса бойца они стали давать слишком много еды да и сна хватало мост опять принялся за свое я и там был лишний именно поэтому как только пришло время я попросил закинуть меня в одну из горячих точек уж там то мне точно будет не до мыслей я выбрал себе позывной кермес крутой крутого солдата не могут звать эрми а это засранец эрми свою автобиографию засунул и он и он рассказал своей игре свои мысли и соображения о том что он чувствует себя везде лишним его экзотенциальный кризис настиг его жирает вот так мозг жрет жрет и жрет вот так вот так прям душит на уж интересным способом выложил свою мысль эх и вот я самый счастливый человек на планете земля но счастье недолговечно в один момент меня вдруг что-то ударило в грудь а потом кто-то выключил свет я удалялся от земли летел по трубе к свету что самое удивительное так это то что за пределами трубы я клянусь видел давно умерших родственников они пытались мне что-то сказать но вместо этого я слышал только шум казалось будто где-то звонит старый телефон но как выяснилось и среди мертвых я был лишним в этой комнате я провел уже достаточно времени ничем она была не примечательна кроме странной надписи на доске чтобы выйти из комнаты ты должен ответить на мой вопрос и что это за ерунда вопроса при этом нигде не было видно было на доске еще четыре слова любовь ненависть жизнь смерть и что дальше бред какой-то о героини плывали из игры в игре Софи я знаю дорогой где же этот вопрос я и мой друг уже давно пытаемся это понять а чё она одноклазая непонятно я вижу молодую девушку которая появляется просто неоткуда на ней чрезмерно тугая форма медсестры а в руке шприц какой-то странной жидкостью ты кто меня зовут Софи рада познакомиться мой друг не умеет говорить так что не смогу вас представить увы друг да вот же он в моей руке мой любезный друг который не на все знает ответ но вот сегодня и он не может ничего поделать как меня учили при разговоре со странными людьми надо сохранять спокойствие общаться уважительно здорово когда у тебя есть такой умный друг не столько умный сколько настойчивый ему требуется какое-то время на раскачку но потом ты скажешь ему все что я у тебя спрошу ооо она приближается чуть ближе и я вижу что пуговицы на ее груди вот-вот оторвется мама не надо не надо дорогой хочешь попробовать сам кто знает может ты просто мне врешь может ты знаешь ответ на этот вопрос я очень хочу покинуть эту комнату о еще одно аниме вылезло здрасте держись подальше она сошла с ума теперь ниоткуда появляется еще одна барышня я куда более адекватная чем ты Меган верно я хотя бы не утверждаю что пришла из будущего так это правда я из другой эры куда более продвинутые чем ты можешь себе представить чего из будущего она пришла конечно не веришь мне ладно тогда расскажи мне что ты помнишь до того момента когда ты очнулась в той комнате тебя я тоже спрашиваю у меня есть имя меня зовут гермес очень хорошо что и что же ты помнишь гермес я слышал звонок телефона сотни только это сказать и телефон опять начинает названивать дэн дэн как в старых фильмах звук становится все громче моя голова возьмите уже кто-нибудь трубку что что ты его слышишь кого еще этот дурацкий телефон какой ужас в этой комнате они душевно больные хоть ты в петлю лезь а я думаю хуже того момента когда на наш корабль напали пришельцы уже не будет не упоминай это слово какое петля это меня ранит да будет тебе известно я просто делал свою работу а тот человек никак не хотел отвечать на мои вопросы утверждал что я из него ничего не выбью клупец а потом я услышал топот за дверью бабах она вломилась в комнату мол ничего личного но я поняла что мне конец развязали своего друга а ту веревку на меня а потом потом она начинает дрожать и замолкает я тут подумал мы явно из разных времен но есть кое-что что нас объединяет да мы все ужасно мертвые наоми знают наверняка это мое имя кстати здрасте девочка кошка сестра двоюродная Юли из БЛ к нам присоединилась милая девушка одетая в костюм горничня а она то где пряталась кстати в одной руке она держит плюшевую игрушку ну что вы так и не поняли ведь поняли на самом деле не притворяйтесь смерть это и есть самый лучший ответ ааа я понял что то выбрать из 4 погоди тут отсылка есть на эти три персонажа есть отсылка вот та что для меня по левой руке по моему она из старкрафта почему то девушка это из какого то хоррора вроде комочи шоу а это откуда я не помню тут походу есть отсылка по любому наверное знаю что уже знает и написали комментарий я это уверен на 100% будет интересно почитать ладно пока разбираемся с дурдомом дальше и она тоже несет какой то бред почему в отличии от вас я честно пытаюсь играть в эту игру четыре слова это все возможные ответы а смерть лучший из них и опять слышу как звонит телефон если это каким то образом поможет нам свалить отсюда тогда я готова поддержать этот вариант не правда надо домой а мертвым то обычно никто и не рад я не мертвая я согласна с Науми в какой то мере смерть это самая надежная вещь в ней можно не сомневаться что-о-о-о как ты можешь быть уверена что живешь что ты являешься живым человеком как можешь доказать это ну хотя бы потому что у меня у меня бьется сердце у кошек и собак оно тоже бьется Ты начинаешь меня раздражать. Да я просто пытаюсь сказать, что некоторые не живут, а занимают место. А вот для смерти все равны, не надо чем-то спорить и что-то доказывать. Да я смотрю, ты просто гений. А то, не признанный, к сожалению. Напомни, откуда ты? Но если ты из будущего, то я из настоящего. Смерть хороший ответ, потому что вечная жизнь куда хуже. Что? А я вот вам сейчас покажу. Она начинает колдовать со своим плюшевым медвежонком. И что теперь? Вечность. Вечность? Ага, время будет идти, а мы за ним не пойдет. И ведь она оказалась права. Вот та... Ля-ля-ля-ля, как меняется. Пэм-пэм, светодискотека. Какой... Стоп, перелистнул. Какой сегодня день, я спросил? Пятница. Откуда тебе знать, время потеряло значение из-за твоей магии. Тогда каждый день смело может быть пятницей. Интересно, сколько уже времени прошло? День, месяц, год? Ну, Амя, ты можешь вернуть все обратно? Смогу, если согласитесь, что смерть наш ответ. Я сдаюсь. Я согласна. Да ни за что. Хочешь торчать здесь всю жизнь? Пожалуйста. Значит, будем болтать обо всем на свете, пока не наступит будущее. Когда-нибудь да наступит. Хорошо, тогда поговорим о животных. Мы так и сделали. Поговорим о вкусной еде. Поговорим о всяких забавных вещах. Поговорим о фильмах. Поговорим о фантастике. О друзьях. О свободе. О чувствах. О барабашках. О лисах. О лесах. О живописи. Все, с меня хватит. Не могу больше. Лучше уж выбрать смерть, чем слушать все это. Ну, а я всех поддержал. Только ничего не произошло. И что дальше-то? Мне кажется, нам пора проявлять инициативу. Видите в моей руке шприц с жидкостью? Она двигается легко и грациозно. Мне словно... Не больно. Все вокруг плывет. Телефон опять начинает звонить. Но на этот раз я беру трубку. Но в другом конце линии замечаю, что смерть не выходит. Комната там... Ведь комната то мое тело так и не покинет. А ведь и верно. Почему я об этом не подумал? Ну сейчас уже слишком поздно. Любовь? Что такое любовь? Привет. Что будешь заказывать? Твой гроб, походу. Ты ошиблась. Наоми, ты жива. А чего мне быть мертвой? С утра чувствую себя неплохо, хоть и проснулась в этой комнате. Должно быть все это тот чай, который я выпила вечером. У него был странный вкус. А что я могу заказать? Да ничего на самом деле. Я же не у себя в таверне. Но я могу составить тебе компанию. Ну что ж, друзья. Предлагаю на этом месте пока что остановиться. И у меня будет огромная вам просьба, друзья. Написать комментарий по поводу ответить на два моих вопроса. В том, первый вопрос. Стоит ли продолжать тестить игру Эрми? Это раз. И если будет ответ да, то вторым вопросом будет, скажем так, такой. Очень простой. Я его задаю в каждом видео. Понравятся такие подобные игры или нет? Мне, кстати, будет тоже интересно узнать ваше мнение. Но я также буду рад, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк этому видео. Ну а с вами был Алекс Бро. Желаю всего самого наилучшего. Всем до встречи и бай. Бай.